Вот, ну продолжу, закончу. В общем, сложилась у нас такая ситуация в Бердичеве, что было достаточно людей, чтобы начинать общину. Вот, и людям после фестиваля мы объявили, ну объявили прежде всего руководителя этого фестиваля, что в следующую субботу в этом же зале будет шаббат, будет продолжение еврейских песен, танцев, еврейских молитв, вот, ну и так далее. Будем читать Тору, ну и, вот, ну и, понятно, должен кто-то этот шаббат проводить, вот, и как минимум запланировали два шаббата наперёд, вот, то есть один и второй, и кто за них будет отвечать, кто их будет вести, кто будет, там, говорить слово проповедовать, вот, и на один шаббат назначили вашего раба Валентина Свёнтика, вот, на другой шаббат назначили Житомира Антоновича, вот, а что ж с нами, вот, вообще? Ну, мы, безусловно, должны были как-то продолжать быть частью этого, этой, еще не начавшейся, но, как бы, с другой стороны, уже начавшейся еврейской, мессианской, там, еще нельзя назвать, что это община, просто как... Люди пришли на продолжение фестиваля, вот, и в то время, это было вот в апреле, 20 числа апреля, прошел у нас этот фестиваль, и уже вот в начале мая, в середине мая, параллельный такой фестиваль должен был проходить, есть такая миссия, Шма Исраэль, Джонатан Бернис, руководитель этой миссии, в Нижнем Новгороде, в России, должен был проходить такой же фестиваль, только он намного больше в масштабах, вот, вот, и в Нижнем Новгороде, на то время, уже была еврейская мессианская община, вот, она и сейчас есть, там, Мервин мессианский, Женя Блинов, вот, и нас туда пригласили, нас решили туда пригласить, чтобы мы туда поехали с Фаиной, вот, вот, чтобы посмотрели как-то на еврейское служение, поучаствовали в евангелизации, поучаствовали в этом фестивале, вот, ну и, конечно же, мы с радостью согласились, вот, для нас было это очень интересно, и уехали, вот, сразу, буквально на следующей неделе после проведения нашего фестиваля, вот, а в Бердичеве, а мы поехали на две недели, то есть, тоже подготавливать, ну, участвовать в евангелизации к фестивалю, во время самого фестиваля, этот фестиваль там проходил пять или шесть дней во дворце спорта, вот, тоже было очень много, там, несколько тысяч людей на каждый фестиваль, тоже была оппозиция синагоги, оппозиция, ну, и, в общем, такие все вещи, и каждый вечер там проходили молитвенные служения, вот, что-то планировали, вот, планировали, что на следующий день, какие евангелизации по городу, и разные ходатайства были, учения, ну, в общем, так, дружно было, очень много знакомств, конечно, со всего мира туда поприезжали люди, мы жили все в одной гостинице, вот, то есть, такое было хорошее семейное отношение, знакомство, для нас это было все ново, ну, и вот, где-то буквально на второй вечер к нам подходят, одна переводчица, сестра ей говорит, вы из Бердичева, Келдыш, Вадим Ифаина, мы говорим, да, вас сегодня вот приглашают, там будет одна встреча, вот, там, в зале, пожалуйста, подойдите в назначенное время вечером, там, вас там ждут, там будет какое-то собрание специальное, мы говорим, а почему, для чего, ну, как бы, а при чем здесь мы, мы там точно должны быть, потому что мы хотели пойти после евангелизации, там, немножко в город, там, погулять, пообщаться, свое время провести, вот, свое удовольствие, говорит, нет-нет, вы должны туда прийти, ну, а в качестве кого, ну, мне сказали передать, вот, я вам передаю, в общем, мы туда приходим, вот, и, как мы смотрим, а там сидят все руководители этого фестиваля, которых мы уже зрительно увидели, кто занимает какие-то ответственности на этом служении, вот, и такие зрелые мужи, зрелые жены с разных стран, и уже и седовласы такие, и в Кипах, и мессианские раввины, и пастора церквей, вот, ну, и, как мы поняли из общения, изначившегося, все не так еще друг друга хорошо знают, и вот, решили, чтобы каждый представился и познакомились друг с другом, и вот люди начали представляться и рассказывать, кто они и откуда, с какого они служения, вот, и когда очередь дошла к нам, я, ну, мы поняли, что нам ничего не нужно говорить, нам сказали, что вы просто будьте, а мы вас представим, ну, хорошо, представим, так представим, вот, и тут, когда же дошла очередь к нам, нас представляют. Вот, это вот Вадим Ифаина, Вадим, он мессианский раввин, только что образовавшийся еврейской мессианской общиной в Бердичеве, это его жена Фаина, и все начали радоваться, хлопать, потому что уже слышали озвуки о фестивале, что фестиваль прошел действительно очень сильно, вот, и плоды, вот, это вот пастыря, пастыр и его жена, и, конечно, я думал, что я просто провалюсь там в то кресло, где я там сидел, мы так помахали головой и сели, и потом вот так, в течение всего этого вечера, вот, Фаина, а что происходит вообще? Я им сейчас скажу, какой я пастыр? Как они могли бы из моего решения вот так меня назвать? Вот, вы знаете, потому что я, с одной стороны, понимал всю эту ответственность, с другой стороны, я же не совсем, чем вченый, вот, и никакого опыта, кроме того, у меня благие намерения уехать в Германию, как на то время уже нормальным христианином, вот, более-менее полтора года верующий, вот, Фаина там где-то во сне увидела, что мы будем в общежитии в Германии там свидетельствовать и рассказывать о Христе всем, вот, вот там еще какое-то интересное было подтверждение, то есть мы понимали, и тут, вы представляете, вот, и заканчивается это служение, я говорю, Фаина, если они меня еще раз назовут пастором, то есть я не принял это, вот, мы здесь для чего приехали? На евангелизацию, поучаствовать вместе в еврейском фестивале, вот и все, вот, давай будем участвовать, вот, и потом следующий вечер, подходит одна семейная пара такая, тоже, ну, отвечающая за что-то, мессианские служители, начинают за нас молиться, начинают пророчествовать о том, что Бог вам дает вот это новое бремя, новую ответственность, помните о моем пророчестве, которое я получил в Киеве, в Церкви Мировой Жатвы, это же буквально пару месяцев, вот этот, вот, отрезок времени, и тут я начинаю по чуть-чуть понимать, что какая мне предлагается ответственность, и вот мы как раз до фестиваля должны еврейского, в Бердичеве, должны были взять вот ответственность за то, чтобы быть руководителями домашней группы в Церкви, вот, и они начинают так молиться, я вот это чуть-чуть как бы понимаю, какой-то ответственности, но тоже ее не принимаю, не соглашаюсь ни с чем, я говорю, Фаина, если ко мне еще кто-то раз подойдет и скажет, что пастор, я вообще уеду, ты хочешь оставайся, вот, я никакой не пастор, вот, зачем, мы же с тобой молились, мы же с тобой получали какие-то откровения, мы же должны уезжать, посмотри, как у нас складываются обстоятельства, вот, ну, будем служить евреям в Германии, вот, хорошо, вот, понимаете, да, да, и потому что на самом деле мы уже практически все продали, то есть у нас уже ничего не было, вот, и по сути мы просто были вот в конверте деньги и все, то есть, и вот так мы планировали уезжать, и потом еще к нам подходили некоторые люди в течение этого времени, и вот, общались с нами так, как будто мы уже мессианские служители, как будто мы уже, вот, пастыра, вот, и так далее, и, ну, я в какой-то момент, конечно, очень злился, а потом просто, ну, пусть себе говорят, ладно, тут немножко осталось, давай уже добудем на этом фестивале, уедем спокойно домой, и тут в какой-то момент мы утром, нас планировали по большим группам, мы ехали на очередную евангелизацию, вот, мы садимся в Викарус, в автобус, и Фаина мне говорит, Вадик, добрая жена, помощница, вот, давай мы с тобой, вот, она так начала подходить откуда-то издалека, вот, рассматривать просто вместе со мной эту ситуацию, вот, вот, ты согласен, что здесь вот, ну, Божье движение, что здесь вот такой вот фестиваль, сюда съехалось только людей, ну, что это Бог вообще тут делает, да, конечно, конечно, вот, а то, что здесь вот все руководители, служители, это зрелые люди, которые много-много лет с Богом, посмотри на их детей, посмотри, как они, ну, молятся, как они там учат, проповедуют, вот, как они общаются, то есть, посмотри на их плоды, то есть, это, ну, верующие люди, ну, да, верующие, зрелые, вот, ну, вот, если это зрелые люди, и если они тебе говорят, что ты пастор, как ты думаешь, они просто так говорят, я говорю, и тут я начал сомневаться, вот, помните в фильме Валентин Гафт про историю про, как судили чеченского мальчика, 12-й, там Валентин Гафт сказал такую фразу, у меня, как у еврея, есть куча недостатков, но есть одно достоинство, врожденное еврейство, это задумываться, и вот, когда я начал задумываться, я задумался, и когда я начал задумываться, я начал сомневаться, И когда я начал сомневаться, я засомневался. Вы понимаете? И когда она это сказала, я начал сомневаться. Просто вот если они говорят о том, что ты пастор. И дальше она продолжает. Я же молчу просто. И она видит, что я постепенно вхожу в это кресло в автобусе, я вот так опускаюсь и, знаете, так утомленно так дышу. И она говорит, ну пусть ты будешь пастор не сейчас, но пусть ты будешь пастором через месяц, через год, через пять лет. Это вот ее слова, знаете. Ну если они так говорят, ну так просто прими это, да и все. Бог же знает. И вы знаете, вот когда она мне так сказала, меня попустило. Реально попустило. Вот представьте этот промежуток времени, несколько недель, когда у тебя возлагается какая-то ответственность. Вот. И тебе явно как бы не говорят о том, что это твоя ответственность. Вот. Потому что, ну как бы, люди зрелые, духовные, имеющие отношение с Богом, они тоже молятся и чего-то ожидают. И есть... Шалом, шалом. Присаживайся, пожалуйста. И есть время, когда есть какие-то вещи, которые мы можем сказать людям, да, но они могут их не принять. Правда? У вас с вами такое бывало? Вот. Ну то же самое я понимал, что если, допустим, в Бердичеве после фестиваля во время нам скажут о том, что ты вот пастор, бери ответственность, понятно, что я бы просто очень сильно отреагировал и все. Вот. Это так, были такие подходы, чтобы мы уехали в Нижний Новгород, нас отправили, и здесь вот как-то постепенно в это вникали. То есть правильное время, чтобы правильно сказать какие-то нужные слова. Это очень важно. Тоже в наших отношениях, со служителями, с друг с другом, с людьми. Потому что есть разное время, есть у нас еще неизмененный характер, вот, у нас какое-то еще мышление, какие-то ценности, какие-то свои трудности, да. Ну, разные такие нюансы. Это нужно очень учитывать. Ну, в процессе мы же учимся, поэтому стараемся друг другу понимать, кому можно сказать там более жестче, кому мягче, кого утешить, кого там обнять, кому притронуться, вот. Кому улыбнуться, вот. Ну, вы понимаете. То есть это нам нужно учиться, но, слава Богу, Бог учит нас такими отношениями. Вот. И вот такой вот был подход. Вот. И нам не говорили об этом. И тут постепенно, то есть к нам подходили люди, говорили, что вот, ты пастор, вообще же не из Бердича, вообще не из Украины, из других там стран. Вот. То есть, ну, вот так вот. И когда мне Фаина об этом сказала, я вот это все принял, вот, опустился в это кресло и говорю, ну, хорошо, Фаня, если уже так, пусть будет, как ты сказала. В общем, мы добыли на этом фестивале, фестиваль тоже был очень сильный, вот. Побывали на Шабате, это как раз был праздник Шавуот Пятидесятница. Мы увидели первый раз этот праздник, он празднуется в мессианской общине с гостями. Мы там были, например, как приглашены. Вот. И потом мы уехали домой, приезжаем домой, а в Бердище уже прошло два шабата, вот. И люди ходят, вот, понятно, уже не тысяча человек, как на фестивале, ну, какая-то сотня, полторы, две ходят этих новых людей, вот. Вот. И возникает вопрос, что, конечно же, Валентин Святый, Кантанович или кто-то еще другой, они же не могут тут жить, не могут, допустим, сюда часто приезжать, вот. Нужно кто-то, чтобы был местный. Конечно, бывает исключение, когда кто-то из других городов посылается, но на тот момент, чтобы быть, как бы, ну, взять общину, вот, из других служителей, видно, еще не было время, или не были готовы люди, или какие-то другие причины, я в этом сильно не разбирался, но становилось всем понятным, что, возможно, вот, Вадим и Фаина, они смогут взять эту общину. Вот. Полтора года верующих. Да. Вот. И мы приехали домой, и как раз получилось, что мы так приехали, как раз к окончанию субботнего служения. Служения проходили в этом же зале, в Большом зале, вот. Вот. И мы приехали, вы знаете, как раз к концу прославления, в середине служения прославлению, и мы увидели, ну, что-то такое, что нас еще больше затронуло. Это происходит в Бердичеве. Вот. Это у нас. И люди радуются. И очень сильное Божье присутствие. И такая вот какая-то семейная атмосфера хорошая такая. Вот. И мы пришли после служения. А все нам рады были. О, Вадим и Фаина приехали. Классно. Вот. Все. И мы пришли домой после служения. Поставили чемоданы. Вот. И посмотрели друг на друга с Фаины. Практически мы друг другу ничего не говорили. Стали на колени. И сказали, Боже, ну, если это от Тебя, если Ты желаешь, чтобы мы стали вот руководителями этой общины. Я даже боялся слова пастор говорить, или раввин тем более. Просто руководителем этой общины. Боже, если Ты желаешь, пожалуйста, учи нас. Вот. Потому что это очень важная ответственность. И тем более еврейское служение. Я в этом вообще ничего не знаю, не понимаю. Вот. Фаина там из посещения Синологи тоже практически ничего не знала, не понимала. Вот. И мы согласились. Приняли это решение. Вот. И вы знаете, Бог начал нас благословлять. И тут я понял очень одну простую истину, которая стала для меня ясной и понятной и открытой. Когда Бог закрывает одну дверь, Он открывает другую дверь. И перед нами был выбор. Выбор более устроенной жизни, экономической с точки зрения и еще с каких-то других причин. Вот. Но мы приняли решение, конечно, через вот эти вот такие как бы длительные обстоятельства, вот, через какие-то слова людей. То есть напрямую как бы никто явно нам не говорил, но, безусловно, молились многие люди за то, чтобы кто-то поднялся в бердичи. И вот мы приняли такое решение. Вот. И я помню, как... А уже это же был май, было время уже к июню, было очень жаркое лето. И мы проводили, безусловно, домашние группы и у себя дома. Вот. И к нам на домашнюю группу приходило в пятницу, наверное, в шаббат около 30 человек. А если с детьми, так еще больше. Мы открывали окна и пели песни. Скоро придет Мессия, шаббат шалом и так далее. Все вот эти вот хорошие еврейские песни, молитвы. Люди во дворе все слышат, что там происходит у Вадима и Фаины. Вот. В общем, было очень, конечно, такое время. Я помню, как я ставил кассеты с еврейским прославлением. Если я находился один дома, я просто бегал из комнаты в комнату, танцевал, плясал, вставал на голове, лежал на спине, на животе, как угодно. И просто так радовался, так я, ну, как бы полюбил вот это еврейское служение и прославление еврейское Бога Израиля. И вот постепенно вот так вот я начал учиться. Вот. И нас благословили на то, чтобы мы были служителями вот этой еврейской общины. То есть я как пастор, Фаина как помощница. Вот. И мы перестали продолжать заниматься документами на выезд в Германию. Вот. И я понял, что, и Фаина поняла, что все ее какие-то сновидения или там видения по поводу Германии. Вот. Может быть, это и от Бога. Может, оно когда-то и будет во временном отрезке. Но, по крайней мере, на это время это понятно было, что это не к этому. Вот. Мы остались в Бердичеве. Вот. И никуда мы не поехали. И потом, когда нас приняли, благословили, и мы хотели назвать как-то нашу общину. Вот. Какое же ей дать название? Кроме того, что она Бердичевская еврейско-мессианская община. Мы хотели ее как-то еще назвать. Вот. И молились. И в одной из молитв я такое услышал слово. Как бы начал даже так молиться. Во яхат. Яхат. Что значит вместе. Все вместе. Как одна семья. Вот я об этом сказал жене. Она очень тоже так приняла. Обрадовалась. Потом ребятам, служителям. Мы так и назвали нашу общину. Яхат. Ли яхат. Все вместе. И действительно, это как бы дело не в названии общины, но вот с того первого года и вот сейчас, 9 лет общине, мы действительно стараемся, чтобы у нас была семья. Учимся у Бога. Очень благодарны тем людям, которые в нас вкладывали за это время и продолжают вкладывать многие общины, из разных общин. Вот. Учимся друг у друга на своих ошибках. Вот. Поэтому вот такая у нас вот семья. И немножко поделюсь о тем, какие у нас, скажем, были такие времена, вот, в разных периодах жизни нашей общины, вот, где мы особенно видели, что Бог желает этого и хочет нас благословлять. Потому что, как я говорил вчера, мы так старались посвящать себя, заботиться о людях, вникать их в нужды. И для нас вообще не стало просто нормально, как правилом, что если кто-то вообще не родился, если кто-то вообще не родился, если кто-то вообще не родился, не дай Бог, но умер, да? Потому что Фаина, она у меня такая, знаете, идише ребица, вот, такая ребица, она такая, идише мама, вот, она очень меня в этом сильно дополняет, в разных общинах может быть по-разному, я сейчас говорю о нас, вот, она у меня такая, то, что я не умею делать и не могу просто, она мне в этом очень сильно помогает, вот, и действительно она такая заботливая еврейская мама, вот, она, несмотря на то, что община, растет и она становится постепенно, ну, как бы, больше семья, это больше ответственности, больше заботы, нужно больше внимания, и уже, как бы, наш взгляд на всех, он уже не может быть таким, как раньше. Нужно поднимать новых служителей, но она до сих пор старается, вот, за все это время, быть очень внимательной к нужным каждому человеку. Понимаете? И, то есть, это, я очень благодарю Бога за мою жену, вот, что у нее такое, вот, есть качество. И, то есть, для нас, вот, то, что я перечислил, какие-то происходят вещи, для нас это как просто, как событие, то есть, мы рассматриваем что-то в нашей общине, как событие. Для нас это важная ценность, что что-то происходит у кого-то в общине, то есть, это становится, как бы, нашим, вы знаете. И это не то, что мы, как бы, на себя натянули это, и вот оно стало нашим, знаете, как-то искусственно. Но, вот, оно, с самого начала, оно становилось, вот, это, как бремя Господа Божьего, оно становилось нашим. И оно, как бы, естественно, начало перетекать в сердца людей и становилось в общем бремене, вот, как написано, мы будем, может быть, читать, в Новом Завете. Носите времена друг друга, да, то есть, стараемся быть благословением друг для друга, обогащать друг друга, заботиться друг о друге, вот. Поэтому, каждые какие-то такие ситуации в нашей общине, какие-то смешные истории, для нас мы их стараемся как-то выделять, замечать, об этом говорить, чтобы люди это слышали, вот, все, что происходит, как событие. И вы знаете, когда мы вот так вот просто к этому подходим, то даже любые какие-то трудности, какие-то разочарования, какое-то неустройство у кого-то, даже там по быту или еще по чему-то, там, в отношениях в семье, с детьми, как-то оно дружнее, веселее решается, когда ты понимаешь, что есть кто-то, который подставит плечо, позаботится и так далее. Безусловно, есть сейчас ответственность на каждом из нас, но в семье оно, получается, Бог дает нам такое взаимопонимание. Вот. И постепенно в жизнь общины приходило такое, такое, как служение, как понимание людей, развлечение в разных ситуациях, как поступать в то или иное ситуации. И, как я говорил вчера, люди учились, мы учились на том, чтобы видеть не только негативные стороны, но и позитивные стороны, положительные стороны. Вот. И есть такой один хасидский служитель, рабин Ахман, знаете такого, да? И вот он молился. Он говорил, Боже, это так легко находить злое, уродливое и плохое. Помоги мне научиться не считаться совсем отрицательным в других. Покажи мне доброту, красоту и благость в каждом, кого я встречаю. Вот. Очень интересные у него такие были откровения с Господом, переживания с Богом. И, ну, кое-что мы знаем о хасидском движении, о пробуждении, да, сейчас не наша тема. Но, действительно, Бог учит нас видеть красоту просто в каждом человеке. Вот я хочу, вот, чтобы мы на этом акцент с вами поставили. Видеть красоту, видеть доброе, хорошее, вот, как он говорит, благость, доброту. Потому что нам легко находить злое, нам легко находить что-то отрицательное. Мы так восприимчивы к этому, что мы можем на это обращать внимание. Но Бог хочет повернуть на взгляд немножко в другом направлении. Вот, чтобы мы видели хорошее. Хорошее, потому что у него в отношении нас есть добрые благие намерения. Правда? И в жизни нашей общины были разные периоды. И, например, мы увидели, что это было сейчас нам 9 лет, 2008, приблизительно в 2005 или 2004 году. Мы увидели, что у нас такой авангард сестринского движения. Наши сестры, жены, матеря, они девочки, они у нас впереди. Вот, это же классно, хорошо. И мы просто как вдруг обратили внимание, что они в основных служениях. Они ведут домашнее общение, рэв, шабаты, еще что-то. Вот, как бы есть братья, но их очень и очень немного, знаете. И если есть, ну, как бы мужья у своих жен, то они заняты работой, они заняты еще чем-то. В лучшем случае, на что их хватает, это чтобы они пришли в субботу на шаббат, на служение, вот, ну и так далее. То есть привлечь как-то к служению было очень тяжело. Вот, я начал в этом разбираться, я начал уже молитвенно об этом размышлять и задавать вопросы себе, Богу и потом служителям. Надо в этом отношении что-то нам предпринимать, то есть, потому что как бы мы встречаемся с братьями, что-то говорим, но на уровне просто разговоров это ничего не происходит. То есть что-то должно духовно произойти, чтобы эта ситуация начала, по крайней мере, выравниваться, да? По крайней мере, выравниваться. И я понимал, что Бог, Он хочет восстановить вообще мужское священство, Бог, Он хочет восстановить братское служение, чтобы мужчины, братья, они были смелы, чтобы они брали ответственность, чтобы они шли за Господом, чтобы они были впереди, вот, слава Богу, за сестер, за женщин, вот, ну, чтобы то, что Бог желает, чтобы было в наших общинах, чтобы, ну, приходил этот Божий хороший порядок библейский. И вы знаете, когда мы об этом подумали, то мы решили посвятить следующий год. Ты мне хочешь дать сок? Спасибо, Сережа, спасибо, спасибо. Мы решили посвятить следующий год, год мужского восстановления. Я вам просто так вкратце сейчас расскажу, что у нас начало происходить, и действительно то, что мы как бы планировали, вот, Бог начал нас очень сильно благословлять. Мы назвали год мужского восстановления, вот. И я, прежде всего, то есть я вообще, как бы такой, такой мужчина, такой брат, которому, ну, мне до сих пор нужно быть более таким мужественным, знаете, ну, мужским. Почему? По простой причине, из-за моего прошлого, из-за моего детства у меня не было отца, вот, я воспитывался один у мамы, вот, с вытекающими из-за последствий, не было должного воспитания. Мама в этом, конечно, не виновата, я ее не виню ни в коем случае, ни тем более отца, хотя я его вижу сейчас, вот. Но мама с папой не живут. Я был тем более один в семье, у меня не было ни братика, ни сестрички, вот. Вот у меня не было велосипеда в детстве, можете представить, как я смотрел на ребят, у которых есть велосипеды, а у меня нет, ну, такие, вот. То есть какой-то был, безусловно, в таких стесненных обстоятельствах, где-то ограничен, ущемлен, безусловно, чувствовалось такое отвержение от прошлого, вот. Не очень был общительный, ну, в общем, вот таким вот я вот пришел к Богу. Вот, можно сказать. Ну, потом, когда я начал читать Писание, я понимал, что, оказывается, что таких, как я, очень много, потому что Бог избрал не сильных, Бог избрал слабых, не мудрых, ну, и так далее. Безусловно, нам нужно учиться, развиваться. Ну, я кое-что для себя увидел из Библии, оказывается, Боже, значит, ты меня принимаешь таким, как есть, и более того, ты меня поднимаешь, вот. И поэтому я понимал, что на мне есть определенная ответственность, что мне нужно остановиться. Я не могу заниматься своими прошлыми какими-то ранами, отвержениями, разборками. Есть Бог тот, который восстанавливает. Вот, и мне нужна вот эта божья-мужская природа. Вот, я когда начал собирать с братьями такие встречи братские, и я говорю, задаю вопрос, ребята, а как вы думаете, почему у Бога Отца был сын, а не дочка? Вот, ну, сын Ишуа, да? Могла бы быть дочка, вот, и почему-то сын, вот, и почему-то у Ишуа были ученики, братья, мужчины, ну, как бы начали глубоко эту тему копать, вот, брать места из Писания, вот. И когда мы объявили этот год, начало что-то происходить. Начало что-то происходить, вот. Это было то время, когда у нас началось мужское служение реабилитации, вы помните, да, даже через сестер, через мою жену оно началось, но оно началось, слава Богу. Вот, начали братья подниматься, вот. Вот, и потом, когда у нас начали происходить некоторые свадьбы, еще немножко до этого, и у нас буквально начали рождаться, ребята, даже в семьях жены начали рождать мальчиков, даже физически. Одна мама родила двоих мальчиков в одно время, вот, назвали Миша и Боря. Через буквально какое-то время, ну, не вдвоем там вынашивали детей в разное время, через какое-то малое время, это в год объявления мужского священства, восстановления вот этого, другая мама, еврейская Голда, родила Мотю и Лёву, вот, еще двоих красавцев, вот. Потом еще одна семья родился, еще один мальчик. То есть мы как увидели, что даже Бог через физическое, ну, вот, рождение детей, не говоря уже о поднятии духовных братьев, начал нам показывать. И однажды мы даже на ретрите в Киеве свидетельствовали, это был такой очень, ну, интересный, интересно, как Бог работал, вот, на то время. И мы увидели, что у нас на то время вообще не уже было приблизительно 150 человек, и мы увидели, что большая часть людей — это братья. То есть мы специально же этого не видели, не стремились, но когда мы начали замечать, что началось служение реабилитации, вот, начали приходить братья, и наши братья начали подниматься и брать ответственность, вот, начали рождать физические мальчики в общении, то есть мы увидели, что Бог просто действительно с нами, вот. И постепенно братья стали больше брать ответственности, ну, и начали служение меняться, ну, и так далее. Больше стало молитв, больше ночных молитв, там, молитвенные проходки начали делать, и братья-братья, ну, и сёстры себя очень начали уверенно чувствовать тоже. Вот, хорошо, они с радостью уступали место братьям, вот, понимали, где их часть, то есть это всё было в согласии, поэтому слава Богу. Были разные, конечно, нюансы, но я... Вот, следующее, что у нас было очень интересно, это мы назвали год семьи, когда, ну, вот, мы, скажем, на том этапе достигли какого-то уже такого количества людей, вот, мы увидели, что у нас, ну, то, что мы, по крайней мере, могли вести, так как мы могли подготавливать служителей, служителям могли брать ответственность, мы увидели, что нам нужно, чтобы наши братья и сёстры женились, вот, чтобы они созидали семьи, потому что есть много искушений, вот, и чтобы не было греха, чтобы не было блуда, вот, и многие из них, многие из них на самом деле готовы, как и братья, так и сёстры, чтобы вступать в брак, вот, зачем им идти искать халдеев, хананеев, вот, когда тут в Божьей семье есть такие, такие сливки. Да, вы знаете, и, как бы, старались, я старался братьям говорить, Фаина, с сёстрами, я с сёстрам, что главное не внешне, не смотрите на внешне, на красоту тела или не красоту тела, на какие-то, это вообще мы для Бога все вообще красавцы, любые худенькие, полненькие, с носиками, с ушками, просто, да, то есть мы понимали, что просто мы такие, какие мы есть, конечно, где нужно там, где есть там чревоугодие, где там ещё что-то есть, это нужно всё от этого избавляться, но вообще, чтобы мы принимали, что мы полноценные, что мы нормальные, вот, что самое главное, то, что внутри, то, что в сердце, то, что мы Божьи дети, и вот в этом направлении начали мы по чуть-чуть качать, вот, и однажды утром мы просыпаемся, а назвали мы год семьи, год семьи, восстановление семьи, созидание новых семей, в целом, как общины, как семьи, то есть такое двойственное было целевое направление, и однажды мы с Фаиной проснулись, вот, и нам не так часто снятся сны, которые мы могли бы очень сильно запомнить, то есть снятся сны, ну, вот, мне сегодня что-то там приснилось, вот, вот, ну, я проснулся, вроде бы что-то снилось, как бы на новом месте, но не так, и ничего, ничего не вспомню, а бывает, когда сны приснятся, не знаю, как у вас, и вот ты их чётко знаешь, запоминаешь, и как-то ты понимаешь, что это вот, ну, что это Божье, это Духо, и вот мы с Фаиной просыпаемся, вот, я смотрю, она какая-то с утра молчаливая, вот, хотя она с утра много говорит, ну, в хорошем смысле, вот, и я немножко так, немногословно, ну, мы пошли там чай пить, кофе, вот, и я у неё спрашиваю, Фаина, а что тебе сегодня снилось? Ну, обычно мы так, не так часто об этом друг с другом говорим по утрам, она говорит, странно, а что ты у меня спрашиваешь? Я хотел у тебя тоже спросить, а что тебе снилось? Я говорю, да, интересно, а что ж тебе снилось? Вот она мне говорит, что ей снилось, что она видела, у нас вообще не четыре свадьбы. Я говорю, ещё раз повтори, пожалуйста. Она говорит, я видела конкретно наших сестёр, называет их по именам, что они выходят замуж. Я говорю, Фаина, мне снилось то же самое, мне снилось, что у нас вообще не четыре свадьбы с этими же людьми. Вы понимаете? Вот, и, конечно, когда мы друг на друга посмотрели, вот, и, ну, рассказали подробно все эти сны, вот, то, конечно, многие братья и сёстры, ну, они приняли, что это, скорее всего, от Бога эти сны, оно же не могло, что так, как бы, вот так вот просто. Ну, ну, мы сильно так, знаете, это, мы приняли, ну, класс, хорошо, ну, а когда это будет, что это будет? Ну, приснилось, ну, наверное, от Бога, здорово, ну, классно. Вот. И потом многие братья и сёстры подходили к нам, или там, когда мы там проводили, рассказывали об этом, говорили, а там моего имени не было, а меня там не было, вы не видели там в снах меня? Ну, так интересно было, каждый хотел увидеть себя. И потом, вы знаете, вот, в течение, в течение приблизительно трёх лет эти все сёстры, они вышли замуж. Вот, то есть реально состоялись у нас свадьбы. Вот, кроме этого, ещё другие свадьбы. Вот, то есть реально, вы знаете, вот это, ну, наш Бог, Он, как Бог семьи, да, у Него много имён. Много имён, вы это знаете, изучаете, не будем об этом говорить, но я Его ещё очень люблю, моего Бога, как Бога семьи. Вот Он, Бог семьи. Не просто потому, что у меня есть жена, Он, Бог моей семьи, а вот Он, Бог нашей семьи, да. Да, мы с вами родные, мы с вами самые богатые люди, как мы говорили вначале, кровные родственники, да, мы садены в Ешуа, у нас просто есть то, что может быть ни у кого в этом мире, ни любая организация, ни любая компания, ни какое-то там, оно не сравнится с тем, что у нас есть, правда? То, что Бог может с нами сделать, мы можем друг друга не знать, но можем друг другу приезжать в гости, чувствовать себя спокойно, уверенно, ты знаешь, что тебя примут, тебя накормят, тебя оденут, тебе дадут одежду, то есть ты будешь чувствовать себя уверенно, не переживать за свои вещи, не переживать, как ты уедешь, приедешь, правда? То есть мы так себя можем чувствовать, когда мы находимся в Божьей семье. И поэтому начало у нас вообще не такое происходить. Мы вдруг увидели, что после объявления такого года семьи, мы уже проверили себя и Бога, что Бог восстанавливать начал мужское священство. И теперь мы видим, что Бог начал восстанавливать нашу семью, поднимать ее именно как семью, прилагать к этому рождение новых семей. И это у нас было приблизительно где-то два года назад, по-моему, или три. В течение двух-трех лет у нас до сих пор это происходит. У нас сейчас снова очень много помолвок, сейчас будут снова новые свадьбы. И плюс те ребята, которые проходят реабилитацию, они женятся, прошли, они сейчас служители. То есть у нас такие есть интересные примеры, конечно, что просто когда мы видели, какие эти люди показывали, снимали на фотках, какие они пришли, и потом, что они стоят под хупой, то там, конечно, все люди плачут, потому что то, что делает Бог. Знаете, когда ты видишь труд Божий, и действительно, что Бог с нами, то, конечно, хочется жить, хочется служить, хочется посвящать себя Богу и так далее. И последнее то, что мы подумали, что поскольку вот сейчас у нас вот такая явно семейная тема, я увидел, что у нас есть семейные пары, мужья и жены, которые, как и мы с Фаиной, они пришли к Богу, уже будучи как муж и жена. И мне очень хотелось бы, чтобы эти семейные пары, ну и старшего возраста, чтобы они тоже стояли под хупой, чтобы их тоже благословили, чтобы они тоже вот этот Божий завет заключили друг с другом, вот, как муж и жена. И вы знаете, когда я их собрал всех, вот, и когда им только, они даже не знали об чем, и когда я их собрал, 11 пар у нас собралось, 22 человека разных возрастов. И когда я им об этом сказал, что вообще я вижу, и как вы на это смотрите, они просто начали плакать, как они этого захотели. Вот, и мужья, и среди них были такие мужья, которые, ну, были как бы, ну, являлись прихожанами, являются не сильно там, они как бы служат по разным причинам, больше жены или там наоборот, ну, в основном, как бы, все были наши. Вот, и они просто начали плакать. И когда мы начали это все разбирать, готовить, и что от них требуется, какая часть, что мы хотим пригласить таких людей, как Рика и Батист Ромбека, таких, у которых есть вот эта вот награда от Бога и благословение в поколениях, чтобы они за вас помолились, вот, под хупой, благословили, попророчествовали. И вот, мы им сделали такие эти брачные соглашения, Ктуба называется. Вот, они там, ну, в общем, сделали такой просто праздник на Шабате. Вот, когда они показали, сделали слайды с ихними фотографиями. Вот, когда они там, каждая семья выходила, люди на них смотрели там имена, это там Анатолий, это Ирина, ну, и так далее. Вот, и когда они становились под хупу, то у ребят, конечно, это было очень сильно. Мы их благословляли, вот, и Рики Батист их благословляли. И они там и плакали, вот, и потом некоторые даже купили себе кольца. Кто мог, да. Купили кольца, одевали кольца друг к другу. Ну, конечно, как малые дети, знаете, стоят взрослые люди, а как малые дети просто. И потом в конце мы им устроили просто такой небесный вальс. Они на сцене начали друг с другом танцевать. Ой, а многие из них, они даже, они забыли, когда они танцевали. Вместе, как муж с женой, представляете? Вот, ну, это, конечно, было очень потрясное такое время. Вот, и оно продолжается. Сделаем перерыв. Амин.